В Господе Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 704. События дня. 2 Тимофею 2.8. Помни Господа Иисуса, воскресшего из мертвых. То есть у меня сокращенно. А вообще-то я мог бы не сокращать, рядом здесь, внизу, а то название ролика она не вмещает. За 16 ноября 2017 года. Так, иногда на роликах выставляют, что претензии там кто-то заявляет, что взял ролик. Я отвечаю, когда система выставляет знак, что вроде бы мы чужой ролик себе взяли, потому что тут монетизация идет, они платят за это, то это вовсе не так. Вот наши братья на крещение 19 января раздают Евангелие на берегу Аби. И там из репродуктора звучит музыка и песнопение. А система это фиксирует, как слепая бомжиха, что это музыка Скрябина или Вагнера. Я удалил тут сразу три ролика, на которые система указала такие надписи. А это из фото составлены были два ролика в честь потеряевки моего 70-летия, безруковым Павлом Федоровичем и Волобоевым Александром Павловичем. И они мне это отдали, эти ролики. Но там снимки идут на фоне пения Жанны Бищевской. А поет стихи романаха Романа Матюшина. Она уже выставила, что мы вроде чужой ролик взяли. Смешно. Но я их убрал, потому что они взяты мною с моего сайта во свете Библии и с моего мира, моей же странички. Стихотворение одно. Интересно, я давно посылал тут одной в Санкт-Петербурге. Она любит музыку. Это стихи. Притча 29.19. Словами не научится раб, потому что, хотя он и понимает их, но не слушается. У меня было в Пензе. Вечером, вздумал, я проводить одну девчонку домой. Ну, проводить ей далеко, и не то, что там что-то есть. Ну, а как, у меня велосипед. Я говорю, а ты давай садись, и поехали. Да вот, нельзя вроде на велосипеде на раму-то. Ну, на раме-то сидеть. Ну, представь себе, сядь на раму. Я ее повез. Ну, откуда ни возьмись, ночь, темно. Милиция меня остановила. Остановила сразу. А почему я эти без света на велосипеде двое? Ну, я... Они у меня ниппель открутили и забросили. Я до самого дома далеко так. Ее-то дальше уже проводил. А теперь как сядешь-то? Ничего нету. Камера спустила. Да теперь я шлепал больше часа домой, пока дошел. Так думаю. Вот раб не научится словами-то. А тут все. Теперь я пишу стихотворение сразу. Кто решил за меня, что преступно, что свято, голос мой для кого был на выборах нужен? Что блаженных охаял, прославил проклятых, поиск истины делал все уже и уже? Почему в смертной счастье мне никто не помог? Ни ходать из-за нас и ни слезных прошений. Пусть не видим нам дьявола, во мраке наш Бог. Я же зримый не видел, что стал их мишенью. Кто во мне свой удел без меня приглядел? Страшный бой за меня до разрыва аорты. Мне склониться куда? Да останусь я цел. На поверку. Не первого сорта. Так и мыкался бедным теленком, быком. Где пахал, где посеял в чужую утробу. Да в конце-то концов, если вечный закон, Чтоб такой, чтобы радость до гроба. Сотни книг и газеты, журналов толстенных Проштудировал, вмял, отсидел за конспектом. Оказалось в конце шелуха или пена. Шарить начал все шире, в заграничных сусеках. Боже мой! Мой Господь, милосердие полный! Как терпел ты? За мной не в приглядку глядел. Надо мной был шквал из сомнений, лишь волны. Среди воронов черных, ворона и белый. Как в тумане сплошном, не видавшей затища, На прикол встал на рейде, на берег сошел. Книгу книг там не дали, в таинственной книжке Клад обрел, им затарил последний мешок. И с тех пор в этой Библии пристань моя, Просвещение мое от словец Иеговы. Здесь единственный вечный верный маяк, День и ночь в нем погрузка, наречий всех гомон. Бог решил за меня, где я должен трудиться. Божий Сын за меня выкуп выплатил полный. Я не сам по себе, выбор сделан был с риском. Быть, не быть, так и бьют о корму эти волны. 26 августа 2005 года. Третья царств, 11.37. Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, Чего пожелает душа твоя. Это Бог говорит. Вот так принято. Ну и показать наши ресурсы. Это вот, в первую очередь, мой мир. Вот, сегодня надо поздравлять будет еще с днем рождения. Ну а выглядит он, первая страница, вот как. Очень хороший ресурс, легко искать. Здесь 21 тысяча нашей фотографии. Ну и очень хороший у нас православный форум. 1600 тем отвечено подробно. Вот тема продолжения вопросов. Вот сколько здесь ответов. 22211 просмотров. А вот вопросы и ответы. Сколько здесь ответов дано? 3689. Это на одну тему только. Это 200 946 просмотров. На форуме. Это форум очень большой и важный. Ну и наш канал. Это почти 8 тысяч, скоро почти 700 роликов. 8 тысяч. Вот. Ну и просмотров 9 миллионов 131 тысячи на сегодня. Каждый день выставляю по 10 роликов эту неделю. А так обычно по 5. Ну и во свете Библии, это наш ресурс, православный библейский сайт. Во свете Библии. 50 книг, почти аудио здесь и прочее. Ну и маленько кое-что показать хотел. Это я стихотворение вот это вот поставил сюда. Потом я его рассылаю разным людям. Так. И вот показывает. Смотрите, что делает патриарх. Вот здесь вот патриарх Кирилл. Впервые патриаршая служба спиною ко Христу. Четыре православных патриарха служили по примеру латинской мессы. Это видео. Вот они стоят. 27 октября 2017 года. Лжепатриарх Кирилл. Почему он лжепатриарх? Не знаю. Принял участие в торжественном богослужении под открытым небом на патриаршем холме в Бухаресте. Румыния. Церковное торжество, посвященное Дню памяти небесного покровителя Бухареста, преподобного Дмитрия Басарбовского, памяти мучеников и исповедников, пострадавших при богоборческом строе в Румынии и десятилетию интернизации блаженнейшего патриарха румынского Даниила. Вот они служат. То есть спиной к народу и лжепатриарх явно что не расположен. Божественную литургию совершили святейший патриарх Московский Кирилл, блаженнейший патриарх румынский Даниил, блаженнейший архиепископ Тиранский и все Албания Анастасия, блаженнейший митрополит чешских земель и Словакия Ростислав. Впервые в истории русско-православной церкви мы видим, как патриаршая служба с участием аж четырех предстоятелей, аж, поместных церквей проходила лицом к народу. По примеру, так называемой новус орда миссия, реформированной латинской мессы. Ну тут я буду останавливать, вот посмотрите, а потом считайте, на что тут нападает. Это кто-то сильно не расположен к патриарху. Вот она, вторая вид службы, ординарная, под которой имеется виду, там тут. Ну здесь священники стоят, одеяние у них такое, видно, что это католическое все. И что? И вот говорит, все прихожане пели. Это нельзя делать так? Надо, чтобы только диалоги, мессы называются, более активное участие народа. Вот кто пишет вот это, осуждает, они против этого. Ну, и тут лицом к народу. Лицом к народу, да вы что? Да народ, да кто это такие они? Народ это так. Лагерная гулаговская пыль. Вот так. И дальше. Разрешение использования национальных языков. Разрешен освященник, он совершает мессу лицом к народу. Ой, ой, ой. Лицом к народу, да что же это сделали они? И теперь, какое устройство, вот в алтаре, они это изменили. Вытащили просто стол обыкновенный вот стоит, и на нем вещь. Это Христос за столом был. Никаких отделений-то не было, городушек-то этих-то. Вот на месте. Оставил старый алтарь на месте, говорит, оставили перед ним новый, сейчас-то в виде все того же обеденного стола. Следует также отметить, что больше не требуется вкладывать в алтарь частицы мощей святых, как это было раньше. Вот и все, и отменили седьмое правило Седьмого Вселенского Собора. При необходимости, например, вне храма, место может совершаться практически на любом подходящем столе. Ну и вот и все. Вещи здесь вот как поют, они сидят. А то вот я прочитал, пение церковного хора за патриаршей литургии в сидящем положении, тоже элемент апостасийного модернизма, апостасии. Ну что без платка, это понятно, надеть платок. А то то, что женщины сидят, поют. Ну и легкие у них хорошие, достаточно для того и сидя. Вот так. Допустим так. Они это принимают. И вчера я тоже прочитал, много выставил. Отзывы были. Задорнов Михаил. У него покаяние было какое. Где, когда. Последнее написано. И он там только прославляет и зыщется. Самый последний ролик. А у него там ни один, ни два. Больше роликов-то. Я тогда сказал, сравнение есть где. Это поэма 12 Александра Блока, который написал в январе 1918 года, прославлял революцию. Вот он сидит. Записные книжки 29 января. Вот считайте, что тут написано. Я сейчас тут покажу. Блок говорил, что революция есть музыка, которую имеющий уши должен услышать. И заверял интеллигенцию. Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушайте революцию. Это Аниенков пишет. Воспоминания о Блоке. И вот я пропускаю дальше. Считайте здесь. И далее он пишет. От того я не отрекаюсь от написанного тогда. Вот. Задорнов не отрекается ни от чего. В согласии со стихией. Во время и после окончания 12 я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг, шум слитный. То есть, видимо, демоны кружили вокруг него, и шум издавали порханием своих крыльев. Шум. И шумом сошел туда. И он заболел после этого. Вот Пушкин написал только бы Гаврилиаду, пулю получил. Лермонтов. Там 14 вариант был, когда он с демоном начал олицетворять. Это и тут же застрелили. У Бога это все высчитано. И вот написано. Тем не менее, через год, в предсмертном бреду, неизвестно какая болезнь, никто его не мог вылечить, Блок требовал от своей жены обещание сжечь и уничтожить все до единого экземпляры по этой 12. То есть, он был отказан. За что он страдает? За что? А откуда известно? При мудрости Соломона Господь, говорит, пробуждает человека перед смертью, когда ангел пошел поражать в Египте первенцев-то. И каждому было сказано, за что погибает. Скажет, а где это известно? Еще раз говорю. При мудрости Соломона откройте, поищите, прочитайте. И вот здесь такое. Он криком кричал, кидался там этими склянками, только чтобы каким-то путем найти. Блок, написав 12, послужил делу Антихриста. Вторичный распял Христа, еще раз расстрелял государя. Гумилев утверждал так. Это вот, это что сделал Задворнов Михаил. Никакого покаяния не могло быть тайного. Он обязан перед всем миром был выйти. То есть, его в тысячах экземплярах размноженный грех. И говорить об этом, что он где-то где, он только в аду может быть за все, что он сделал. А то рот ему разлинул, он совершенно беспамятный был в коме. И говорит, все Волод Иванов в своих воспоминаниях пишут о своей встрече за чашкой чая с адмиралом Колчаком. И передал его слова. Горький, в особенности Блок, талантливый. Это Колчак говорит, очень, очень талантливый. И все же обоих, Блок и Горький, когда возьмем мазку, придется повесить. Я со сторонних властей тоже Христа вывел. Если бы в России существовала действительно духовенство, а не только сословие нравственно тупых людей духовного звания, оно бы давно учло то обстоятельство, что Христос с красногвардейцами. Едва ли можно оспорить эту истину. Простой для людей, читавших Евангелие, думавших о нем. Это Блок написал. А потом будет Раскаев Мернхольд, Ремезов, Есенин, которые приняли его. Вот еще. Как он считать? Михаил Савояров в роли босика с почтовой открытки. И вот он засчитал это 12, сколько бились. Я только говорю не о нем, а задорными. И он говорит до уха слушателя в том виде, хотел, чтобы звучали внутри его собственного сознания слова, которые есть. 12 почти никогда не читал сам Блок. И читать не умел. Как правило, чтение поэмы выступала его жена. Впрочем, если верить почти единодушным отзывам, слушавших 12 в исполнении Любови Дмитриевны. Считала она весьма нелепо. В то дело преувеличивая и впадая в дурную театральщину. Крупная женщина с массивными руками, обнаженными почти до самых плеч. Даже на сцене она казалась громоздкой. И тем более нелепым выглядела, как она резко выкрикивая и шестикулируя металла с поэстрады, то садясь на стоявший тут же стул, то снова вскакивая с него. Некоторым наблюдавшим казалось, что и самому Блоку слушать Любовь Дмитриевну было досадно и неприятно. А ты жену. Вот так она ведет себя, что досадно и неприятно. Вот так. Все места эти просчитать за это 12. Вот это за двором должен был сделать. Выйти перед народом, сказать завещание, сказать и писать стихи за бывший Блок. В конце 20-го он сам сказал о себе. А на все вопросы о своем молчании всякий раз отвечал. Все звуки прекратились. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет? А до этого были звуки. Кто ему нашептал? Звуки он слышал. Вот и все. А так это не просто так. Даже полтора дня тюрьмы надломили его. Его вызывала чрезвычайная комиссия. Полтора дня только и был арестован. Вот так. Поэт смотрел на эти слова, словно не узнавая их. Мы на горе всем буржуи, мировой пожар раздуем. А на другой революционный держите шаг. Неугомонный не дремлет враг. И потом смотрел, не узнавая эти слова. То есть он писал это в одержимости. Просто просчитайте. Это я взял из-за Википедии. Отряд идет из 12 человек, красногвардейцы. И неожиданно отряд сталкивается с повозкой, на которой идут Ванька с Катькой. Красногвардейцы нападают на сани. Извозчику удается выскочить из-под огня. Но Катька погибает от выстрела одного из 12. Дальше. Собака за ними. Это 12. Идет Христос за ним. Ну, то есть он не знал, что Христос идет с революционерами. Гумилев сказал, что конец поэмы 12, то место, где является Христос, скажется ему искусственно приклеенным. Что внезапное появление Христа есть чисто литературный эффект. Блок слушал, как всегда, не меняя лица. Но по окончании лекции сказал задумчиво, осторожно, словно к чему-то прислушиваясь. Мне тоже не нравится конец 12. Это название. Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился, почему Христос. Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И тогда же я записал у себя, к сожалению, Христос. Неудивительно, что именно Блоку, всегда пронзительно чувствовавшим Петербург, как шуржой и враждебный человеку город, удалось создать потрясающую картину после революционной вставшей на дыбы столицы. «Петроград-12» и показан в серии импрессионистских картин-зарисовок. Лёсткий ветер раскачивает диагромные политические плакаты. Снег, гололедица, стрельба и грабежи на улицах. Натуралистично он всё это сделал. А вот и я, и многие миллионы людей сейчас видят что-то совсем другое, совсем не то, чему учил Христос. Так с какой же стати ему вести эту бенду? Увидишь, Блока, спроси его об этом. Один писатель писал. Виктор Тутшковский, Иван Бунин выступил. Христос просчитать. И позанес. Блок дурачит публику уж совсем галиматьёю. Сказал я в заключение. Вот так. Понёс, что попало. Державный шаг. Сладкий Иисусик, пляшущий с кровавым флагом. А вместе с тем в белом венчике из роз. Впереди этих скотов, грабителей, убийц. Это Бунин. Окаянные дни. Сборник. Иван Алексеевич. Ну вот. Пожалуйста. Это я взял несколько материалов. Вчера вот события дня, потому что я много занимался. Ну, поэтому. И ещё занимался, читал журналы. Алтайская миссия. Ну и попался журнал мне. Это Алтайская метрополия. Тогда епархия была. И вот что написано. Написано это... Сейчас я скажу где. Алтайская миссия. 2003 год. Номер 11. Страница 3. Третья это самое важное. И самое сверху, чисто написано, официально, официально, священный сенот вынес порицание. В адрес преосвященнейшего Максима, епископа Барнаульского и Алтайского, пришло письмо из московской патриархии, которое мы публикуем полностью. То есть даванули, и никуда не денешься. Он тут со всеми перессорился, епископ, его увели, а на его место у нас сейчас вот... Ну, было такое. Мне тут священник говорил, говорит, ни одного не было и парихиального собрания, чтобы вами он не начинал и вами не кончал на меня. А под конец все-таки приехал в Потеряевку. И мы хотели к нему заехать, он то ли прятался, то ли где был там у него в Ельце, и так и не могли найти его. И вот здесь пишут. Да благословит его Бог. Ваше Преосвященство, кавычки открыты, священный сенот на заседании под председательством его святейшества, святейшего патриарха Московской Всеруси Алексея, 6 октября сего года, 2003-го, внимательно изучил обстоятельства, сложившиеся вокруг перезахоронения первого епископа Барнаульского Антония Масендича. Епископ Антоний был первый захоронен, это он его похоронили на территории, где епархия, туда люди шли и поклонялись уже, без ведомости священно-началия с большой буквы, без оповещения священнослужителей епархии и верующих барнаульцев, без соблюдения законных норм, без получения согласия матери и без должных в таких случаях почестей, приличествующих почившему в сане епархии. То есть он ему позавидовал мертвому, или что, я не знаю, какая причина так. Вашим поступком была возмущена общественность, администрация области и края. Средства массовой информации и телевидения длительное время комментировали эту тему. Это пишет все патриарх там. Епархия должна была объясняться по этому поводу в прокуратуре. В связи с создавшейся ситуацией, учитывая принесенное вами покаяние, его святейшеству, святейшему патриарху московскому сяжеу Алексею, священный сенот выносит вам порицание. Управляющий делами Московской патриархии, митрополит Воронежский и Борис Огребский, Сергий. Я не знаю, как тут показать это. Не видно, наверное, будет. Что действительно вот так это было. Это там с той стороны просвещает. Вот, священный сенот где. Нет, наверное, это не будет видно. Да, я не знаю, как сделать-то это. Сейчас попробую подставить картоночку. Может быть, она закроет и это просчитается. Ну да, маленько вот видать, священный сенот. И все, напечатал, никуда не денешься. Его святейшество, главное, святейшество, да еще святейший, два раза. Масло масляное. Бог нигде святейшим не называется. Бог. Я вот подумал, как слово Иегова в оригинале встречается больше семи тысяч раз. Семь тысяч, там, двести, сколько. И вот мы считаем, где Господь, это заменили. Замена. Господь, Господи, ну, неплохо. Вот представьте, молитву я считаю. Молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Или, Господи, помилуй, или, Господи, благослови. Везде стоит Иегова. А сколько молятся по лестовочке-то, по четкам-то молятся-то миллионы людей. Да у них еще тысячи раз, миллиарды раз слово Иегова заменили на Господь. Ну, хотя бы один раз. Вот сказали, вы считаете, везде Господи, так нам уже привычно. Но в конце став, бабышек-то, скажите, Иегова, Господи, Иисусе Христе, Иегова, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Или, Господи, помилуй, Иегова, помилуй. Ну, хотя бы один раз. Хотя бы за одной литургией. Хотя бы один раз в году. Ни разу. Нигде за тысячу лет. Ну, нормально это или нет? Моисей спрашивает, как тебя звать? Он говорит, Иегова. Однако переводчики хотя бы восемь раз в Библии слово Иегова оставили. А здесь нигде ни разу. В Библии-то есть это. И слово Иегова смотрит, как на вражде. А при чем тут и иеговисты, там, свидетели Иегова? Они не свидетели его, свидетели сторожевой башни. Лжесвидетели. От имени Иегова. Вот так. Это я сегодня показываю, что вчера было. Еще сижу дома. Занимаюсь, читаю, смотрю. Мне многое очень интересно. Я открываю. Вот, допустим, всем говорю. Вот я открываю сейчас. Посмотрите. Это наша визитка. Уже не один раз говорю. Вот она как выглядит. Это наша визитка. С двух сторон. Она восемь с половиной на четыре с половиной. Это перегнуть надо. С обратной стороны вот эти надписи. У нас уже некоторые взяли. Я могу переслать. Скажите, кому это надо. И там издадите у себя. Чтобы распространить. Люди могли приходить на сайты. Вот это мы и делаем. Католический блок. Что я просчитал сейчас. Это я в ворд все это убираю. В папочку с дороги. Ну и можно сказать, на сегодня у нас все. До свидания. Продолжение следует...